Локомотив и Витязь в нынешнем сезоне встречались уже трижды. Дважды победа была на стороне хэгейстов из Подмосковья. Один раз успех сопутствовал Волжанам. Нынешняя же битва команд должна была подвести черту под противостоянием двух соперников по дивизиону Тарасова в текущем регулярном чемпионате. Положение железнодорожников осложнялось отсутствие на площадке одного из лидеров команды, Сергея Плотникова. Форвард, отметившийся дублем в матче всех звезд в Сочи, в день игры с Витязем получил отравление, поэтому был вынужден наблюдать за происходящим на льду с трибуны. О том, что без своего бомбардира железнодорожникам придется нелегко, стало понятно с первых же минут матча. Гости начали решительно, хозяева выглядели совсем неубедительно. В итоге, за первые 20 минутку Виталию Колеснику приходилось несколько раз разряжать по-настоящему опасную обстановку у своих ворот. Пока гости выглядят предпочтительнее нас, особенно их первое звено, у них получаются неплохие атаки сходу. Нам же нужно что-то придумать, чтобы остановить их. Остановить, а вернее приостановить оппонентов железнодорожникам удалось лишь уже по ходу второго периода. Хозяева стали чаще бросать, однако брака в их игре от этого меньше не стало. Одна из таких ошибок на экваторе матча привела к нарушению локомотивом численного состава. Последовало удаление спустя 45 секунд и первая шайба. Очередной мощный кистевой бросок нанес новоиспеченный капитан Витязей Вячеслав Солодухин. Забили гол хороший в большинстве, но после этого как-то что-то ушло, да, начали делать невынужденные ошибки, в общем-то, изничество на ровном месте. Немного все-таки нам не хватает, да, вот этой концентрации, когда ведем счет. Тренерскому штабу ярославцев пришлось переходить на три звена. И только тогда их хозяева нашли путь к воротам финского вратаря гостей Харри Сятери. Отыгрались хозяева также при розыгрыше лишнего. Яковлев сильно зарядил от синий, а Пальков подправил на пятаке. Овертайм победителя не выявил, а сольный проход Максима Афиногенова на последних секундах дополнительной пятиминутки стал лишь разминкой для рассалского вратаря в предпредстоящей серии буллитов. Здесь, не исполнявшие штрафные броски на родном бюс с конца октября, железнодорожники, к счастью, не сплаковали. Харри Кольков красиво реализовал свою попытку, а Колесник отразил все три попытки гостей из трех. Все игры против Витязя были для нас сложными. Это боевая обученная команда. В первом периоде слабо начали. В передачах было слабое исполнение. Во втором и третьем периодах добавили в движение. Но много было индивидуальных ошибок у хоккеистов. Соглашусь, что у нас пока нет стабильной игры в атаке. Хотелось бы, чтобы наши нападающие играли результативнее в каждом матче. 2-1, четвертая подряд победа Локомотива. Теперь подопечный Дэйва Кинга ждет заключительное выездное турне по маршруту Москва-Сочи-Москва. Первая остановка в столице уже в эту пятницу. В гостях у Динамо. Этот поединок телеканал «Первый Ярославский» покажет в прямом эфире. Владимир Летуновский, Олег Лушников. День события.